Олег, давайте я как бы представлю, про Викторию я уже информацию говорил, это наш топ-лигер, это очень хороший наш партнер по бизнесу, с которым мы уже работаем не один месяц, знакомый, может сказать, ДНО. Виктория очень доверяю, почему? Потому что, ну, когда она берется за какой-то деятельностью, она доводит его максимально до самых таких вот серьезных результатов, потому что хватается его мертвой хваткой, как говорится. Единственный момент, и она всегда, когда за что берется, должна быть на 100% уверена, что то, что она предлагает своим партнерам, будет гарантированно, ну, или максимально к этому приближенно. И тогда предлагаю, приглашаю, не проблема. По всей компании B2B, как я знаю, ну, например, ее первая линия после меня идет на втором месте, потом уже все остальные. Это значит, что ее очень сильно доверяют и с ней сотрудничают максимально в селье. Виктория с Олегом теперь знакомы, как и с Арием. Олег, это владелец компании B2B, человек, который не является в сети компом КМФ, человеком, который, например, строил когда-либо структуру, но он очень серьезный техник, он знает, можно сказать, досконально все про все, именно связанное с майнингом, с оборудованием, со всей технологией. Поэтому можете задавать ему любые вопросы, связанные с улочным майнингом, с майнингом, он на них поотвечает. Ну-ка разбудите на него, окей? Окей, хорошо. Все, я выключаюсь, сообщайтесь. Хорошо, спасибо. Так, Олег, я сейчас нашу встречу записываю на Камтазию, чтобы потом иметь возможность показать своим партнерам. И было бы неплохо, у меня сейчас камера включена в Камтазии, поэтому в скайпе я не могу ее включить, она у меня там работает. Если бы было хорошо, если бы у вас была включена камера, тогда доверие у людей много выше, как вы знаете. Да, я, кстати, когда Олег спрашивал, я сговорил, что... Я просто задал вопрос по моему планеру, она сейчас там пока отключена. Не получится, да? Ну, вот, Виктория, простите, это мой был, как бы, бух, потому что изначально, когда с Олегом общались, он спросил, как бы, если, может, ну, как бы, мне там и там делать запись, потому что, думаю, что не будет разницы, если надо будет вас, Виктория потом вас добавит в контакт и запишет с вами уже, как бы, ну, видео и нас с видео. Поэтому это я, Виктория, бы сказал, что не обязательно. Я поняла. Ну, то есть, Олег, я так понимаю, мы вас видели уже, вы были, присутствовали на... Все технические вебинары или видео? Да, то есть это вот я вас знаю. Все, значит, как бы, вопрос тогда снят. При необходимости мы еще дополнительно с вами свяжемся. Да, конечно, поэтому я просто, Виктория, чтобы вы просто понимали, Олегу на 3 недели, как мы договорились, будут несколько человек, это не будет вся толпа, это будут несколько таких топ-лидеров, я просто знакомлю, знакомлю, потому что это люди, на которых держится вся структура, поэтому это не значит, что все добавляются, поэтому будет вам какие-то вопросы необходимые, думаю, вы сможете задавать Олегу тоже. Хорошо, отлично. Значит, у меня вопросы такого плана. Во-первых, где зарегистрировано... Ну, это общий вопрос, который задает практически каждый человек, который хочет серьезно сюда вкладывать деньги, да? Где зарегистрирована компания? Компания зарегистрирована на Белье. Еще раз? Белизм. Белизм. Это где у нас? Это несколько южнее Мексика, Калибский бассейн. Калибский бассейн, то есть... Что-то эхо какое-то. У вас нет? Мне слышно хорошо, отлично. Выключи микрофон, я так понимаю, они должны быть эхо. Ну, то есть, это офшорная зона, или это... Ну, почему именно был выбор, пал туда-там загистрировать компанию? Почему не у нас, почему не... Ну, у нас вообще, как бы, сейчас даже не рассматривался такой вариант, если честно. С учетом политической, экономической обстановки и в целом обстановки вообще, ну, как бы, регистрация компании в Украине вообще даже не рассматривалась как вариант. А дальше, ну, все остальные варианты рассматривать с точки зрения легкости ведения, ну, как бы, для тех задач, которые есть, в общем-то, это далеко не единственный вариант, но Белизм, он, в принципе, оптимальный, то есть, это наиболее простое решение. Ну, а чем он оптимальный, в чем выгода, как бы, ваша выгода, да? Выгода в отсутствие налога в раз, в легкость открытия счета, в принципе, ну, где нужно два, и, соответственно, ну, возможность создать правильно денежные токены, чем мы сейчас вот работаем под нулю. Но, в частности, имеется в виду, вот, вывод, то есть, на Украине эти вещи, ну, нельзя вообще реализовать, в принципе, с учетом валютных ограничений, которые есть сейчас. А так как у нас партнеры, ну, далеко не только из Украины, то, ну, в общем-то, заведомо себя ограничивать не стали просто. Ну, и, в принципе, абсолютно правильно поступили, потому что даже на момент организации компании ситуация была лучше, чем есть сейчас, имеется в виду в стране. Ребят, я прошу прощения, сейчас, когда я, как бы, два момента проговорю, потому что Виктория может о ней спросить, а как раз для ее, ну, информации это важно. Виктория, как бы, эту всю информацию я, значит, знал по поводу дезинфицированной компании, знаете, как бы, мы тогда очень плотно общались с Олегом, почему мы изначально не делали никаких вложений, тогда пакеты во что-то еще. А сейчас, почему делаются все выводы вручную? Потому что сейчас идет договор с компанией Visa MasterCard для того, чтобы платежи были через них. Уже это есть? Я поправлю не Visa MasterCard, а компания, ну, в данном случае, Pioner, ну, в принципе, естественно, посредством карт Visa MasterCard. Ну, посредством, да, выпуска персональных карт. Да. А это значит, что у них есть вот этот вот, как, ну, вы, Виктория, помните о компании, с которой мы сталкивались? Это то, что у кого платежи были именно через Visa MasterCard, они все, у них есть определенные месяцы гарантии. Правильно я говорю? Не три месяца, а больше года. Сама суть, что здесь сейчас все, как бы, все непосредственно происходит. В данной ситуации, ни пони, другое, на самом деле, 6 месяцев. Если вы имейте в виду по поводу гарантии самой компании Visa. Гарантия составляет 180 дней. 540 дней со дня заключения контракта. 180 дней. Именно этот срок в 10 холд определенного, ну, процента денег, то есть компания Visa его не выплачивает. Она держит 180 дней, после чего она, как бы, ну, если там ничего не произошло, то она эти деньги перечисляет в компанию. Этот холд составляет, он может там колебаться в различных пределах, как правило, это 10%. Ну, такая средне-средневночная цифра. То есть, грубо говоря, если вы перечисляете 100 долларов, то из них 90 попадают в компанию, а 10 остаются в компании Visa. И остаются там на полгода. То есть, что и 10? По истечении полгода они перечисляются точно так же, в догонку к тем самым. Ну, это за исключением комиссии компании, за мерчантов. Хорошо. А если человек в этот срок хочет вернуть сумму платежа, да, ну, там какие-то договора не соблюдаются, то ему возвращают всю сумму, не 10 долларов, правильно? Конечно. И из вот этого резерва, который они, так я понимаю, оставляют вообще со всех приводов. А потом же они там разбираются компанией... Именно поэтому, Виктория, в последнее время, ну, настолько популярны, ну, пока еще не очень, но будут в будущем популярны расчеты биткоина. Это, в частности, с помощью компании BitPay, которая, ну, на счет уже сгоняет доллары. То есть, рубаля-чет падает биткоинами, а компания получает доллары. Потому что там всех этих вещей нет. То есть, для компании это неудобно, такой вот холд. Потому что, фактически, средний 10% замораживается сразу, плюс комиссия, которая может достигать где-то от 3 до 8%. Соответственно, компания вместо 100 долларов получает реально где-то, ну, 82-83 доллара. Это очень большие проблемы. А, допустим, через компанию BitPay, если, допустим, вы платите в биткоинах, а компания платит на счет доллара, там комиссия по кругу 1%. Это максимум, там даже полный метр есть. Поэтому, как бы, ну, компания Visa, я скажу, что в будущем будет, ну, она будет, я думаю, пересматривать все эти моменты. Ну, это, наверное, не в ближайшие, там, пару лет, а чуть позже произойдет. Ну, факт в том, что конкуренция будет очень серьезная. Потому что в начале года еще компания Visa, допустим, на биткоин, можно сказать, смеялась. Всего, ну, типа, не смешили наши тапки. А по прошествии полгода, когда, ну, уже миллионов и ставили биткоин чисто в разработке, в стартапе, уже компания Visa, как бы, ну, смеяться перестала. И более того, как, ну, она вот сейчас понимает, что это серьезный игрок. То есть люди начали платить биткоинами, и другие начали принимать биткоины. А есть специальная компания Merchant, которая избавляет компании, которые хотят принимать денег в биткоинах, от вообще каких-либо там знаний на эту тему. То есть, в чем суть, например, компания продает там телевизор, а выставляет цену 500 долларов. Через платежный шлюз компании BitPay человек может купить эту сумму в биткоинах. Сколько именно биткоинов заплатить, решает компания BitPay. А человек, который продает телевизор, ну, компания, она получает свои 500 долларов, как и хотела. То есть для нее это вообще незаметно происходит. И вот за весь этот процесс, вместо того, чтобы получить, допустим, там 83% денег, компания получает 99% денег, что является, естественно, очень существенной разницей. Но все эти вещи, естественно, они заложены в цене, потому что, допустим, ну, от компании, которая, например, продает телевизор, и если будет запрошен компанией, точнее, не компанией, а ее клиент, там, возврат средств, от телевизора уже уехал, допустим, то компания в этом случае попадает, потому что виза возместит ущерб клиенту, а потом высчитает это возмещение с компанией. Но, грубо говоря, у компании не будет ни денег, ни телевизора. И это, ну, самый серьезный риск при работе с компанией виза. Ну, виза, мастер-карды, это одно и то же. Ну, потому клиенты все стремятся работать с визой мастер-карды, а компании, как бы, не особо, конечно. А компании, естественно, они, ну, они не стремятся, они просто, ну, идут, скажем так. Ну, они вынуждены. Но дело в том, что виза же не просто так по претензии одной возьмет и вернет деньги, да? То есть ей надо аргументировать. Дело в том, что там очень много мошеннических действий таким способом производится. Потому что, ну, по сути, компания на стороне клиентов, а компании попадают в этом случае. Понятно, что есть и обратные случаи, когда, допустим, там пропадают компании, и в этом случае, как бы, ну, там, виза, как бы, выступает определенной страховкой. Но таких случаев гораздо меньше, чем вот просто обычный, ну, обычный случай в мошенничество с картами. В нашем случае с битком, да, на что получается? Мы будем оплачивать через, вот я хочу купить доли, да, каким образом я буду оплачивать? Есть расчетный счет у компании, куда я перевожу? Или как это все будет происходить? Смотрите, Виктория, есть, ну, пока вот этот способ, который касается мерчанта, он сейчас уже там на финальной стадии находится, но пока мерчант не подключен. Это очень сложный процесс, ввиду выше разлученных обстоятельств. Сам процесс подключения вот такого способа приема оплаты, он, ну, достаточно там, куча проверок производится. Самой компанией мерчантам, прежде чем компания получит возможность в свою пользу принимать платежи с помощью карточек. Вот сейчас мы уже, ну, как бы, мы давно занимаемся, уже больше, наверное, месяц, даже больше, месяца полтора уже занимаемся этим вопросом. Вот, я думаю, что там, может быть, даже до конца месяца эта опция будет подключена. По крайней мере, мы рассчитываем очень на это. Вот, пока она не подключена, ну, есть, в принципе, альтернативные способы. Есть расчетный счет, естественно, но расчетный счет не может быть пополнен физлицами. Точнее, физически это можно сделать, но банк нам, патри и платежа, начнет задавать вопросы. Потому что, в отличие от счетов, которые есть у нас, допустим, там, на Украине, в России, счета, которые в Европе находятся, в европейских банках, у них понимание четкое. Если открыт счет компании, значит, он предназначен только для взаиморасчета между компаниями, то есть между юрлицами. Если же на счет юрлица начинают поступать платежи от физлиц, это сразу является подозрительным, попадает под подозрение, под мониторинг, ну, и к владельцам счета возникают вопросы. Соответственно, как бы, ну, если компания хочет работать с физлицами, то обязательно нужно открывать мерчант счет, чем мы, собственно, и занимаемся сейчас. Поэтому напрямую заплатить на счет физически можно, а практически не стоит. Так, какой выход на данный момент? На данный момент, в принципе, есть несколько выходов. Как, допустим, проплачивали люди... У нас, кстати, доли приобретали люди еще даже, когда не было компании. Простите, а я платил своей карточкой Visa сейчас. Я заходил, там же есть интеркасса, там... Да, интеркасса, он сейчас подключен. Ну, опять же, интеркасса, вариант, ну, это такой, как костыль, потому что, во-первых, там очень небольшие месячные лимиты, это раз, во-вторых, проблематично очень вывести в долларе, несмотря на то, что, допустим, перечисляли доллары, с учетом, опять же, той ситуации, ну, опять же, один из ответов, почему в Украине это не делаем. Потому что есть, допустим, большие лимиты на снятие, точнее, небольшие, лимиты на снятие долларов. В большинстве случаев даже живьем их просто и забрать нельзя. Можно, ну, по крайней мере, вот в последнее время еще забирали с переводов, вот, допустим, из других стран были переводы, там Россия, Беларусь, Казахстан, по-моему, был. Когда просто можно приехать в банк, заказать, допустим, определенную сумму, и на следующий день ее можно забрать физически. То есть это вот пока еще работает. Все остальные способы, они практически не рабочие. Интеркасса, в принципе, вариант на сегодня. Там можно, по-моему, оплатить в долларах, но у нас, скажем так, по-моему, насколько я знаю, нет возможности в долларах их забрать. Сейчас, как бы, ну, возможно, если выравняется немножко реальный курс, ну, скажем так, официальный, и тот, который есть на самом деле, может быть, это будет менее критично. Пока, как бы, ну, разрыв есть, там, наверное, гривны полторы, минимум полторы-две, наверное, даже сейчас по состоянию на сегодня, то, конечно же, ну, как бы, это достаточно большая разница. Плюс ко всему, там же точно так же, как и в других мерчантах, там присутствуют комиссии. На вход, там, ну, там, буквально любое действие, там, сопровождается какими-либо комиссионными расходами. Какие еще способы были использованы, ну, за последнее время? Есть вариант завести через биржу БТЦЕ. Это крупнейшая биржа, ну, раньше она была в Москве, сейчас она куда-то в Европу переехала, юридически. Физически, как бы, ну, это не столь важно, потому что биржа, в принципе, виртуальная. Там есть БТЦЕ-коды, так называемые. Вот буквально сегодня, наверное, часа три назад, там тоже заводили через БТЦЕ-код. Ну, это неоднократно уже делали. Я имею в виду, что вот последний раз тоже там покупали, по-моему, 8 индолей, если я не ошибаюсь, там, 200 долларов. Вот. То есть, грубо говоря, на сегодня что есть? Есть интеркасса, есть переводы. Если, опять же, это Украина, то... Ну, я так понимаю, Украина, правильно? Да. Ну, в принципе, у нас есть еще гривны, но с ними, скажем так, надо быстро разбираться. Потому что, ну, вот сегодня, ну, правда, сейчас вот курс такой же самый, как и с утра был, но в течение дня он менялся. Вот сегодня с утра там на межбанке курс был 16.30 покупка, 17 продажа. Потом он там ушел вверх, сейчас он приблизительно там, по-моему, 16.25, 16.90. Вот. То есть, ну, а в реальности там, я думаю, что где-то в районе 18 находится сейчас. Олег, смотрите, вы получаете деньги там, да, каким-то способом. То есть, у нас задача их зафиксировать в долларе. Потому что, ну, я о чем это все говорю? Потому что и выплаты, ну, в общем-то, и прибыль, все получается в долларе. Получаете деньги. Ой, секунду. Что в горле пушит. Тяжело говорить. И дальше, что вы с ними делаете? То есть, вот вы получили, допустим, 8 долей. Человек купил, это сколько? Это 200 долларов. 200 долларов. Вот вы получили их себе на карточку или там, на счет, ну, куда-то как-то. В данной ситуации мы их получили на счет на бирже. Хорошо. Значит, дальше на эти деньги закупается оборудование. На что компания берет неделю времени. Ну, в принципе, его достаточно для того, чтобы купить, установить и настроить. То есть, вы за неделю собираете оборудование, ведь стоит какую-то определенную, ну, вот минимальная сумма, на которую можно купить оборудование, которое можно манить. Конечно же, если будет, допустим, 2 или 3 доли, то у нас не будет возможности, допустим, именно за эти деньги купить оборудование. Тут вариант-то 2, если, ну, либо же просто количество долей достаточное и оборудование приобретается полностью, как бы, на эти деньги. Или же может второй вариант быть. Например, там, если оборудование стоит, там, 300 долларов, а у нас есть, там, ну, например, 200. Мы можем, ну, в этот момент, допустим, положить, там, своих 100 долларов, докупить, после чего, там, зайдут еще 4 доли, и мы просто их, ну, как бы, грубо говоря, зачтем. Ну, вот минимальная сумма, на которую можно купить оборудование, это 300 долларов, так? Вот это, к примеру. Оборудование может быть различное. Начиная от, допустим, просто докупки, там, еще одного винчестера, это, к примеру, там, где-то 160 долларов. Ну, и заканчивая, там, каким-то более дорогостоящим оборудованием. То есть, как бы, ну, за 25, конечно, мы ничего не купим, а вот уже, там, начиная где-то 150-200 долларов, уже, там, может быть даже, вот, какие-то определенные... Ну, в любом случае, за неделю, за неделю вы решаете вопрос, либо докладываете свои деньги, либо кто-то еще докладывает, долик покупает. И вы на эту сумму покупаете, и через неделю начинается считаться вот эта вот прибыль, да? Ну, манит. Да. Соответственно, через две недели уже идет первая выплата. Выплаты каждую неделю. Да. Хорошо. Следующий вопрос, часто задаваемый. Да. Какие гарантии, вот, что будет это приносить доход? И вообще, что вы покупаете от оборудования, где оно находится, ну, и так далее. То есть, такого плана, вот, вопросы наверняка вы уже получали. Да, конечно, по порядку. На текущий момент оборудование находится в Днепропетровске. Пока его, как бы, ну, будет ограниченное, скажем так, количество, ну, то, в принципе, ну, мы будем пока здесь наращивать мощность. То есть, если, есть у нас еще вариант в Китае, но на Китае нужен определенный объем. Пока, как бы, его нету. То есть, сейчас там оборудование установлено приблизительно тысяч на 30, наверное. То есть, ну, это не очень большой объем. Ты тысяч на 30 долларов? Да. В Днепропетровске? Да, да. Это вы какое-то арендуете помещение или где оно находится? Конечно, конечно, это отдельное помещение. То есть, там никто не находится. На этой неделе с ней делают же видео, фото, поэтому я думаю, что это будет видно уже в ближайшее время. Да, там сейчас вопрос даже, ну, фото можно там, то есть, это находится там в 10 минутах езды от меня. Вот, на самом деле, вопрос там в том, сейчас заказали просто полиграфию, чтобы это все красиво было. Вот, как только там распечатают, сделают и плакаты, то мы сделаем фото, видео, там, отчет об этом. То есть, это запланировано, ну, вообще на эту неделю было, не знаю, посмотрим. Пока, как бы, нету полиграфии еще. Я поняла. То есть, на самом деле, это там, ну, несколько часов работы. Вот, доступ инвесторов, скажем так, будет туда, ну, чтобы своими глазами увидеть? Ну, при большом желании это можно организовать, конечно. Хорошо. Так, ну, в принципе, гарантии, что это будет приносить доход. То есть, кто занимается... Такой гарантии не даст, ни я не дам, ни никто не даст. То есть, мы, как бы, с учетом того, как это было в прошлом, то есть, есть определенная какая-то интерполяция, там, на будущее. Вот, то, ну, и с учетом, вообще, тенденции развития отрасли, естественно, у нас есть, как бы, ну, определенное понимание и ожидание того, что эта тема, ну, достаточно долгосрочная и фундаментальная. То есть, это, там, не на несколько месяцев. Ну, как бы, все это, как бы, ну, грубо говоря, биткоин был изобретен 2008-2009 год. То есть, уже пять лет прошло, и пока все, как бы, ну, в принципе, идет по нарастающей. Я, допустим, не вижу никаких предпосылок для того, чтобы, там, в каком-то обозримом будущем это кардинальным образом изменилось. Поэтому, ну, как бы, исходя из этого, и делаются определенные прогнозы на будущее. По поводу срока, допустим, то, что касается двух лет, это связано с другим. Это связано с, в общем-то, сроком службы большинства оборудования. Гарантийными сроками, ну, и вообще, скажем так, сроком эксплуатации. Потому что оборудование работает круглосуточно. То есть, если видеокарта, допустим, которая дома, она может, там, и пять, может, и больше лет работать, то та карта, которая круглосуточно работает, ну, я думаю, что два года, она, ну, скажем так, это, если не ее максимум, то это значительный срок. Я поняла. То есть, ну, износ идет. Конечно. И потом нужно покупать новое оборудование. Ну, то есть, наш вклад работает два года. Да. Так, а кто занимается вопросом, вот какую, я так понимаю, добывается разная криптовалюта, да, и кто-то определяет, какую криптовалюту мы добываем сегодня? Или как этот вот процесс настроен? Или там неделю, это, потом как? Рассказываю. На данный момент, ну, какую криптовалюту мы добываем, выбираю я. То есть, я, в принципе, уже достаточно много занимаюсь этим, скажем так, ну, этой сферой деятельности. Соответственно, именно понимание, как бы, что, когда добывать, это, ну, очень важно, потому что доходность может быть различной. Делается это следующим образом, ну, то, что касается, это же касается и бесплатной программы для майнинга, только там у нас есть специальный сервер, которым я просто управляю, и сервер уже управляет приложениями. А здесь все несколько проще, как бы, тут каждая ферма настраивается на определенные, на добычу определенной валюты. То есть, как бы, это не одна валюта на протяжении, там, ну, вот уже пары лет, я даже не знаю, сколько десятков валют сменилось, ну, которые я, допустим, добывал. Поэтому это, можно сказать, каждый день мониторится, и принимается уже определенное решение, что сегодня выгоднее добывать. Либо же с учетом, там, какой-то сиюминутной выгоды, либо же с учетом, там, каких-то ближайших перспектив. Ну, вот вы говорите, что вы уже много лет занимаетесь майнингом, да, добываете валюту. Вы ее потом где-то продаете на бирже? Конечно. То есть, вы заходите на биржу, смотрите курс там, и выгодное время для вас ее продаете. То же самое будет делать компания с теми, той валютой, которую добывают, там, в облачном майнинге и наши компьютеры. Естественно. Да, конечно же. То же самое будет делать компания. Единственное, что в данной ситуации компания в несколько менее выгодном положении, в том плане, что ей нужно каждую неделю выплачивать, ну, уже, как бы, доход с майнинга. То есть, грубо говоря, ну, поле для деятельности меньше, потому что, допустим, ну, к примеру, если валюта там подорожает через три недели, то мы этого не застанем, потому что мы ее продадим, вот, ну, скажем так, постараемся продать по максимуму в течение недели. То есть, у нас нет возможности подождать, к примеру, три недели. Это имеет смысл делать выплаты раз в месяц? Ну, скажем так, возможно, мы подумаем над тем, чтобы предоставить потом человеку право выбирать самостоятельно. Ну, на начальном мытале, я думаю, оправдан в неделю для того, чтобы процесс запустить. Потом посмотрим. В принципе, ну, компании было бы легче делать это один раз в месяц, конечно. И я больше скажу, допустим, те люди, которые инвестировали на ранней стадии в майнинг, они получают выплаты раз в месяц. Но этот продукт был не массовый, то есть, там, ну, немного таких людей. Но там вклады, конечно же, не по 25 долларов, там и по 10 тысяч есть, и там чуть меньше, чуть больше. То есть, ну, там немножко этот продукт мы раньше позиционировали по-другому. Ну, сейчас, ну, и там и реферальной программы там нету. То есть, это просто был чисто инвестиционный инструмент. Олег, а кто занимается именно биржами, вот, мониторингом? Мониторингом стоимостью валюты? Ну, когда продавать, да, валюту, да. Опять же, мониторингом бирж занимаюсь я. Да, и у меня есть специальное еще программное обеспечение, которое, в общем-то, отслеживает в автоматическом режиме. У меня есть группа людей, команда, да, с которой вы доверяете, с которой вы, ну, на которой есть части каких-то задач, которые они выполняют. Соответственно, конечно, конечно. Есть люди, которые выполняют, скажем так, ну, более рутинные задачи, которые не требуют, допустим, там, ответственных решений. Конечно же, такие люди есть, потому что, ну, самостоятельно все охватить невозможно. Ну, эти люди, как бы, на зарплате или на проценте, или это просто услуга, ну, как? Или они партнеры ваши? На смешанной системе оплаты, то есть, есть определенная ставка, плюс мотивационная составляющая, которая, ну, зависит, там, от нескольких показателей, в зависимости от задач человека. То есть, эти люди, нанятые работники, или же это ваши партнеры, которые, как бы, в доле, которые, там, имеют тоже какое-то влияние на бизнес? Нет, это нанятые работники. То есть, вы являетесь одним единственным владельцем битка, биткоин, ну, компании биток. Да, те люди, которые помогают в обслуживании, они не являются совладельцами. Окей, а есть какие-то документы, вот, которые можно было бы предоставлять людям, вот, особенно, ну, да, в щепетильном вопросе, там, контракта и так далее, такие наверняка будут появляться, ну, и это нормально, если человек вкладывает деньги, он бы хотел документальные подтверждения и, ну, вообще, какое-то подтверждение того, что он заплатил деньги в эту компанию. Тем более, оплата, я так понимаю, абсолютно сейчас разными способами. Вы имеете в виду контракт, там, между кем и кем? То есть, тот человек купил, ну, определенные мощности. Мы, на самом деле, ну, очень много думали над этим моментом. Это было бы легко, допустим, ну, есть определенные компании, которые занимаются облачным майнингом, которые не заморачиваются, там, допустим, максимизацией прибыли. То есть, они, допустим, говорят, что у нас есть, там, специальные устройства, которые добывают, там, даже не одну валюту, а работают, допустим, на одном алгоритме. И в таком случае можно составить контракт, например, на определенную мощность, вычислительную, то есть, к примеру, там, ну, она измеряется, там, в килохэшах, мегахэшах, то есть, например, человек покупает, там, 100 килохэшей, там, заплатил, допустим, там, 500 долларов, получил 100 килохэшей мощности. Вот. В нашем случае мы, как бы, думали еще давно над таким вариантом, но он не совсем правильный. Почему? Потому что, ну, сегодня, допустим, мы работаем на одном алгоритме, это, там, 100 килохэш. На другом алгоритме то же самое оборудование, оно даст уже совершенно другую цифру. То есть, тут, как бы, ну, по этому пути в нашем случае весьма сложно пойти. Можно, конечно, приравнять, допустим, мощность к определенному числу, там, на определенном алгоритме, и при этом необязательно его использовать. То есть, это, как такой промежуточный вариант. Вот. Ну, в целом, пока это делается на основании публичного договора, оферты, имеется в виду. То есть, если вы имеете в виду какое-то бумажное подтверждение, то есть, какой-то контракт между компанией и человеком, непосредственно между каждым, или же лидерами, как вы это видите? Ну, вот, допустим, если человек, крупный инвестор, да, вот, ну, покупает, допустим, не одну долю, да, там, а сто долей, то есть, ну, явно тут должен быть какой-то особый подход, я думаю, какие-то гарантии, что-то он должен получать, потому что иначе, ну, на одном доверии же не платятся такие деньги. Ну, естественно. На самом деле, ну, как бы, вот, все инвесторы, которые есть у нас, ну, раз они есть, значит, мы нашли определенный подход, там, какие-то решения. Ну, это на доверии. Соответственно, я думаю, что и в дальнейшем, ну, с этим никаких вопросов не будет. Поэтому можем... Ну, то есть, на данный момент мы работаем на доверии, правильно я понимаю? Ну, по состоянию на сегодня, да. Я надеюсь, что в ближайшее время, там, мы, ну, я же говорю, мы предлагаем большие усилия, чтобы подключить визы, нормальные, то есть, не через интеркассу, а, ну, уже долларовые визы. Ну, имеется в виду, не через Украину. Вот, и, соответственно, после этого, я думаю, большая часть вопросов, ну, наверное, должна отпасть. По крайней мере, мы на это рассчитываем. Ну, то же самое касается выплат, то есть, есть удобный инструмент для выплат, который, может быть, даже появится раньше, чем инструмент для ввода, потому что там процедура несколько легче для заказа карточек. Карточки индивидуальные будут, то есть, грубо говоря, человек может заказать карточку и получать на нее выплаты. А сколько будет стоить карточка? Пока точных данных нет, я думаю, что в районе, наверное, может быть, где-то 15 долларов, плюс-минус, плюс-минус 5. Это будет карточка Payr, да? О, Payr, ну да. Не Payr, ну, Payr, да. Payr – это другая система, это обменник, грубо говоря. Пионер, которая идет у нас в визу в мастерка. Да, да. И на нее будет автоматический вывод налажен, да? Ну, не автоматический, а по запросу. Ну, после запроса автоматический, конечно. То есть, грубо говоря, человек в кабинете поставил на вывод, и после этого она уже в автоматическом режиме пойдет на карту. Так, хорошо. А теперь простыми словами, вот для обычных людей, не разбирающихся в криптовалюте, каким образом можно купить долю, вот, сегодня. То есть, как он может оплатить покупку четырех долей? Смотрите, как можно оплатить покупку? Вариант первый. Это, если человек, ну, хоть немножко знаком с темой, он может посмотреть, ну, как бы, возможность, как можно завести деньги на биржу БТЦЕ. Это крупнейшая биржа. Нет, вот, не знаком. Вот это одно такое, ну, предложение человеку узнать, что это, может навсегда отвернуть его от желания что-то делать в этой компании. Вы же понимаете. Я понял. Хорошо. Люди пользуются какими-либо платежными системами. То есть, на данном этапе, пока мы не предоставили удобного инструмента для ввода денег, мы, наверное, сможем подстроиться под те инструменты, которые есть. Это Perfect Money, Web Money, Яндекс кошелек, ну, карточка, само собой. Ну, карточкой пока мы не платим, я так понимаю. Карточкой можно через интеркассу заплатить привод, ну, если уже совсем никак больше, то, в принципе, ввод через интеркассу работает. То есть, это долларовая карта, пожалуйста, как бы, можно оплатить этот способ подключен на сайт. Не совсем. Я этим способом никогда не пользовалась. То есть, я слышала интеркасса, да, там разные варианты. Ну, это обычный мерчант. Такой же самый, как тот, который будет у нас. Только интеркасса это местный, грубо говоря, а у нас будет не местный. Мерчант. Виктория, стойте, стойте, ребят. Вот через, я сейчас зашел на интеркассу, что здесь есть? Через интеркассу можно оплатить визой, мастер-кар. Не, не, Юр, на интеркассу заходить не надо. Интеркасса подключена уже непосредственно в бэк-офис. Не, 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 так я сейчас в бэк-офис зашел на нее. Так. Я зашел на нее в бэк-офис. Да, вот вижу варианты платежа. Виза, мастер-кард, ликбейт, приват-24, валет-1, пм, почта-россия, евросети, алло, мтс, мегафон, лидер, аналитика, альфа-клик, спер-банк, побит, промсвязь какая-то. Ну, то есть, по сути, интеркасса, она в себе уже сочетается с все варианты бэк-офис. То есть, грубо говоря, начиная с карточек, заканчивая там, те же перфект-мани. Нет, перфект-мани там нет. Перфект-мани нет, к сожалению. Нет, ну, перфект-мани, в принципе, я не знаю, у меня вроде бы какой-то кошелек был, надо его обновить, посмотреть там. То есть, если уже вот столько у человека перфект-мани и никак по-другому, ну, я думаю, что мы тоже, это не проблема. Перфект-мани, яндекс-деньги, вот это вот должно быть, я думаю, в первую очередь, потому что с этими… Веб-мани по состоянию на сегодня нет, если честно. Ну, вот с этими деньгами людям, ну, как бы легче гораздо расставаться, потому что есть момент вывода этих денег, это не так просто. Ну, особенно перфект, допустим, вот у меня лежат там на перфекте, я, в принципе, их никогда оттуда не вывожу. И так делают многие. Они из проекта в проект перетекают, да, туда завел, вывел, заработал там. Другой, что… Ну, в то раз перфект-мани далеко не худший вариант, потому что не проблема завести их на биржу БТЦЕ, а дальше там открыты все варианты, то есть куда угодно. Поэтому я думаю, что перфект-мани можно добавить. Я же говорю, надо просто посмотреть. Я точно знаю, что когда-то я там регистрировался, даже какие-то операции были, но потом за ненадобностью кошелек был заброшен. Ну, желательно такой кошелек завести новый, и чтобы он там был со всеми защитными верификациями и всеми делами, потому что перфекты… Ну, то есть номер этого кошелька… Естественно, я не знаю, какие там лимиты, это важно во многих системах. Совет. Вот этот кошелек, который будет у вас присутствовать на сайте для оплаты, должен быть у вас второй кошелек, на который вы сразу же переводите деньги, но которого номер никто не знает. Ну, то есть и оттуда уже дальше там они могут лежать какое-то время, и дальше вы уже их используете, куда переводите по назначению. А что, кошельки уводят? Это или с чем связано? Да. Ну, то есть если такой кошелек, который кто-то понимает, что туда стекается большая сумма денег, то его просто взломают. Да, к почте привязан, но я не знаю, ломают кошельки. Ну, то есть каким образом там, даже со всеми верификациями. Поэтому желательно, чтобы… Ну, вот как мне когда-то рассказывали, я сама так не делала, но мне рассказывали, что если идет речь о больших деньгах на Perfect Money, то должен быть второй кошелек, на который эти деньги переводятся. И номер этого кошелька, знаете, только один человек. Это если предполагается их там хранить. А мы их хранить там точно не будем. То есть, грубо говоря, как только они поступают, мы их сразу же там… Ну, то есть там накапливаться какие-то суммы не будут. Если… Ну, кто предупредил, тот вооружен. Имейте это в виду. Спасибо. Да. Так, хорошо. Ну, так, в принципе, я поняла. То есть, есть, Юра, возможность как бы через карту оплатить, через интеркарту, через интеркассу, через карту. Интеркасса, в данной ситуации, это просто мерчант провайдер. То есть, его даже… Да, Виктория, это просто как бы, ну, как я понял, терминал, через который можно оплатить разными способами. Вот там, вот я сейчас зашел, посмотрел, там, вы можете зайти посмотреть точно так же. Я платил именно через нее. Я зашел через интеркассу, сделал платеж. У меня есть люди, которые, вот я знаю, платили через БТЦЕ. Я не шарю, поэтому для меня это было немножко сложновато. Может, это и не сложно по факту, но тратить на это время, понятное дело, на данный момент, много людей делать не будут. Но, я думаю, Алексей, Алексей сейчас при нашей беседе понял, что можно будет сделать в ближайшее время, хотя бы пока не подключили визу Мастеркард до конца месяца PerfectMoney, там, Яндекс.Деньги, там, и так далее. Да, это понятно. Я еще хотел сказать, что, если вы, допустим, посмотрите на обменники внимательно, вы увидите, что БТЦЕ-коды принимаются уже очень, ну, во многих местах. То есть даже, ну, те привычные обменники, которыми вы пользуетесь, допустим, там, в обычной жизни, наверняка с БТЦЕ-кодами работают. А БТЦЕ-код это, по сути, такой код, который, ну, в котором закодирована определенная сумма в определенной валюте. То есть, грубо говоря, вы можете там с помощью БТЦЕ-кода купить, например, 100 долларов БТЦЕ-кодом, после чего код, допустим, пересылаете нам, и мы, вводя на бирже этот код, получаем эти 100 долларов на свой счет на бирже. А, то есть мы ложим на эту биржу 100 долларов, нам дают код, мы вам этот код присылаем. Вы даже можете на саму биржу не ходить. Я поняла. Вот, самое главное, плюс этого способа, комиссия ноль. То есть там некоторые могут обменники попросить определенную комиссию за то, чтобы получить этот БТЦЕ-код, но когда он получен, то для того, чтобы его завести на биржу, то ноль комиссия. Значит, вам нужно продумать в бэк-офисах, как-то упростить эту ситуацию. То есть оплатить без комиссии. Допустим, все варианты оплаты через платежки, через даже виза, любые там варианты, идет комиссия. И кнопка «Оплатить без комиссии», на которую человек нажимает, его перекидывает на определенную страницу, где он с карты может туда заплатить, правильно? На эту биржу. Может с карты перевести деньги? Это уже от обменника зависит. С карты, ну мелкие платежи там точно не проходят. То есть его переводят на обменник, правильно? После этой кнопки его переводят на обменник, и он выбирает способ, каким он хочет оплатить 100 долларов, допустим. Выбирает, оплачивает. С карты, Виктория, с карты без комиссии все равно не получится, потому что в данной ситуации, ну если напрямую платить картой нам, платим мы комиссию, а если через обменник обменник платит комиссию компании Visa, поэтому в любом случае компанию Visa все равно же никто не обойдет при оплате картой. Поэтому комиссия все равно где-то вопрос в помощи. Хорошо, кнопка «Отплатить» с меньшей комиссией, и его отправляют на обменник, он выбирает способ оплаты, оплачивает, ему дают код. И этот код до того, как он нажал кнопку «Оплатить без комиссии» или с минимальной комиссией, там написана инструкция, вы получите код, который отправят вот в это, вот сюда отправят. Есть даже, насколько я помню, в бэк-офисе даже специальное окошко, куда эти коды можно вводить. Ну вот это нужно, только нужно их получить. Люди не знают, как. Вот поэтому Виктория сейчас подсказала, как это лучше всего сделать. Да. Ну то есть, либо какую-то видеоинструкцию прямо там на сайте, чтобы мимо нее не пройти, да. Вот как выгодно, самый выгодный способ покупки долей. И видеоинструкция. Заходим сюда, нажимаем сюда, переводим туда, получаем код, сюда вставляем, отправляем, вуаля. Вот, ну это должно быть коротко. Тогда, возможно, можно отправлять людей на сайт и сказать, вот эту видеоинструкцию смотрите, делайте пошагово и оплатите с минимальной комиссией. Или же оплачивайте с Перфекта или с Яндекса, ну, как вам удобнее. И все, человек выбирает. Мне подобие этой инструкции было еще месяца два назад. Вот, там... Ну, два месяца назад, ну, два месяца назад у нас еще не было. Не-не-не, а, чуть меньше, значит. Да, ну, перед запуском. Вот, в чем? Обменники зависят от страны. То есть, в Украине это одни обменники, то есть, это местные обменники должны быть, которые, к примеру, там, гривну меняют на БТЦЕ-коды. Такие есть. То же самое есть в России, которые, допустим, меняют рубли на БТЦЕ-коды в долларах. Вот, соответственно, инструкции для Украины, для России, они разнятся. Значит, надо две инструкции. Для жителей Украины. Вот, у нас и было две инструкции, они есть где-то. Сейчас, честно говоря, сложно сказать навскидку, где именно они есть. Олег, запишите себе это в планах, потому что нам есть, например, тоже информация важная. То есть, в принципе, ну, как бы, это вариант. Да. Да, это надо сделать, потому что, ну, физически это будет сложно людей, каждого отдельно вести через всю вот эту проплату. Ну, конечно. Это и не нужно, в принципе, непродуктивно. Ну, да. Ну, спасибо. Я, как бы, получила ответы на свои вопросы. Конечно, хотелось бы побыстрее увидеть все-таки здесь все платежные системы, все варианты, потому что, ну, это в ваших же интересах не упускать ни одного человека, который бы хотел, но он не может заплатить, да? Да, Виктория, мы это понимаем. Вопрос в том, что, к сожалению, это несколько сложнее, чем может выглядеть, скажем так, при первом взгляде на этот процесс. То есть, там очень много подводных камней. Особенно то, что касается приема платежей. То есть, ну, выдача, понятно, это не есть большой проблемой. Вот, а вот если хочется принимать с помощью карт, ну, там и дорого, и трудно. Ну, я думаю, что мы пройдем этот путь. По крайней мере, идем, и уже, в общем-то, мы есть определенные успехи. Окей. Хорошо. У меня вопросов больше нет. Будем надеяться, что мы будем в хорошем темпе двигаться. Да, мы стараемся. Окей. Спасибо, Олег. Спасибо, Юра. Будем на связи. Работаем. Хорошо. Все. До свидания. До свидания. Продолжение следует... 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 Алло.